Самая жесткая и бескомпромиссная книга ведущего военного историка-антисталиниста. При минимуме цифр и технических подробностей, опираясь на здравый смысл, четкую логику и неоспоримые факты, автор высмеивает неуклюжие уловки шарлатанов от истории, пытающихся заморочить людям голову преднамеренным и грубым враньем. На страницах этой книги читатель вновь столкнется с многочисленными советскими и новейшими псевдоисторическими измышлениями. Генеральное соглашение между НКВД и Гестапо, тайный сталинский сценарий начала войны, план обороны 1941 года, сквозная транспортировка частей Красной Армии к Ла-Маншу, секретные переговоры Сталина с Вольфом в Мценске и многое-многое другое. Вот образчики того феерического бреда, который разоблачает автор. Марк Солонин уверен, что возникший в последние годы жанр документальных фальшивок, а также широкое и беспрепятственное распространение графоманских сочинений, очень опасны и потому должны встречать решительный и твердый отпор со стороны научного сообщества. Такова цель этой книги. Марк Солонин Мозгоимение Фальшивая история Великой войны Глупость – это бесценный дар Божий, но не следует этим даром злоупотреблять. Бисмарк От автора Когда деревья были большими, а я без труда помещался под столом, в нашей стране было принято работать. Каждое утро трамваи, увешанные гроздьями людей, уползали по мосту на пересечении улицы Красных Коммунаров с улицей 22-го портсъезда. На этот перекресток меня и привезли из роддома. В сторону огромных дымящих и гудящих заводов. Гудели они нешуточно. Низкий, ровный и бесконечный гул заполнял мир каждый вечер. Лет до пяти я так и думал, что вечер – это когда темнеет и гудит. Потом испытательный стенд авиамоторного завода вынесли далеко за город и гудеть перестало. Но люди все еще продолжали работать. В моих смутных детских воспоминаниях остался торжествующий голос Левитана, который сообщал о новых космических полетах и гигантских плотинах, перекрывавших могучие сибирские реки. Даже школьнику средних классов и способностей было понятно, что люди, которые спроектировали ракету, рассчитали траекторию полета космического корабля, сделали авиамотор, турбина которого горит, но не сгорает в бушующем из синя-белом пламени. Это очень умные люди, которые много учились, многому выучились, которые знают такое, о чем другие не догадываются. И любой квалифицированный токарь понимал, что модельщик – это не тот, кто по подиуму в белых штанах ходит, а мастер золотые руки, который вырезает из дерева точную копию будущей отливки, умеет и знает то, что ему, токарю, неведомо. И наоборот. Вот на этом они нас и поймали. На естественном для каждого трудящегося человека уважении к знаниям и умениям другого трудящегося человека. На подсознательном, но очень прочном представлении о презумпции квалифицированности каждого инженера, врача, геолога, музыканта, хлебороба, советский трудящийся не мог предположить и поверить в то, что советский доктор исторических наук – это не совсем то, что доктор физических наук, придумавший синхрофазотрон. Не на покрытой копотью заводских труб улицы Красных Коммунаров, а где-нибудь на Фрунзенской набережной в Москве. Но на Фрунзенскую набережную просто так не пускали. Там были нужны только социально близкие. Только те, кто своим солидным видом и внушающий трепет подписью, скрипят от слова «крепить» дикий бред, высочайше предписанный к распространению в отделе агитации и пропаганды ЦК КПСС. ЦК КПСС уже нет, и отдела агитации с пропагандой уже нет, и таблички с названиями на многих улицах поменялись. Царь-император Николай Кровавый объявлен едва ли не святым великомучеником. Рыцарь революции Феликс Эдмундович объявлен Кровавым Палачом. Все смешалось в нашем общем доме. Надо полагать, из-за этой суеты и неразберихи никто не догадался в тот самый день, когда железная статуя Дзержинского проплыла в воздухе над разгоряченной толпой, отменить одним указом все научные степени и звания, полученные на кафедрах истории ЦК КПСС, научного коммунизма и прочей новейшей истории. А зря не догадались. Ох, зря. И вот уже прежние кадры, без тени смущения, именуют себя доктор исторических наук, профессор, заведующий кафедрой политологии, Международной академии маркетинга, франчайзинга и баблопилинга. Они все так же читают студентам лекции по засиженным мухами конспектами 30-летней давности и сурово машут при этом крючковатым перстом, требуя прекратить переписывать историю. Один такой кадр на полном серьезе объяснял мне, что Виктор Суворов, с коим я имел удовольствие многократно общаться и в прямом радиоэфире, и в приватных беседах, не существует вовсе. А за этим псевдонимом скрывается группа матерых антисоветчиков, штатных сотрудников ЦРУ и МИ-6, что было неопровержимо установлено очень серьезным учреждением. Глаза и палец поднимаются вверх. Но вы, молодой человек, и сами должны понимать, что я имею в виду. Тем не менее, земля вертится, и процесс, однажды запущенный, уже не остановить. Безнаказанно парить людям мозги в эпоху интернета, спутникового телевидения и зависимого лишь от кошелька покупателей книгоиздания становится все труднее. За студентов я спокоен. Большинство из них на лекции не ходят, исправно покупая, за родительские деньги, естественно, контрольные, курсовые и дипломные работы. Социально близкие всякому бездельнику профессора обычно снисходительно относятся к таким шалостям молодежи. Те же немногие, которым диплом нужен лишь в качестве приложения к знаниям, имеют возможность читать серьезные исследования добросовестных историков. Страшно сказать, но за это уже не выгоняют из института, не загоняют в спецпсихбольницу МВД, не шьют дела по статьям 70 и 190.1 УК РСФСР, не подбрасывают наркотики. Но что же делать тем, кто из студенческого возраста и юной праздности уже вышел? Кто должен крутиться с утра до вечера, и у кого время для чтения появляется лишь в вагоне метро или в купе поезда? Язык не поворачивается. Посоветовать им достать из кошелька деньги и купить одну из моих толстенных военно-исторических книг. Но какой работающий человек может осилить эти 500-600 страниц мелким шрифтом, с таблицами, графиками и картами былых сражений? Из этих грустных мыслей и родилась идея написать простую и веселую книгу, которая поможет читателю познакомиться и со смехом расстаться с наиболее яркими образцами отечественного исторического мозга имения, а попутно и узнать что-то новое о нашей непредсказуемой истории. Однако даже читая эту книгу с любого места по диагонали в вагоне метро, не теряйте из виду, уважаемый читатель, одну очень важную принципиально важную деталь. На осмеяние и публичный позор я выставляю не героев войны, не ветеранов, вернувшихся с фронта на костылях, не вашего дедушку и не своего отца, а лишь тех дармоедов и проходимцев, которые на протяжении долгих десятилетий превращали распространение заведомо ложных измышлений об обстоятельствах и причинах нашей величайшей трагедии в доходный личный промысел. Глава 1. Дегенеративные признаки вырождения За многие годы в памяти моего компьютера накопилось великое множество самых разных примеров мозга имения.